Энгельс Карлу Каутскому Том 35. Страница с 296 по 298. Большой отрывок из данного письма был впервые опубликован в качестве приложения к брошюре Каутского «Социализм и колониальная политика» в Берлин, 1907 год. «Социализм и колониальная политика». Страница 296. В Вену. Лондон, 12 сентября, 1882 года. Дорогой господин Каутский, Вы, право, должны извинить меня за то, что я так долго заставил Вас ждать ответа. У меня было столько всякого рода помех, что мне пришлось для того, чтобы взяться, наконец, за работу, отбросить все второстепенные дела и отложить всю переписку за исключением, безусловно, необходимой. И поскольку Вы своим колониальным вопросом поставили мне задачу, которую вовсе не так легко решить, то судьба эта постигла и Ваши письма. Причем был забыт и добрый Вальтер. Данное письмо явилось ответом на письмо Каутского Энгельсу от 11 мая 1882 года. Каутский просил Энгельса высказать свое мнение по колониальному вопросу, главным образом о судьбах колоний в Азии после победы европейского пролетариата. Сам Каутский, в частности, утверждал в своем письме, что и для английского пролетариата, и для Индии было бы взаимно выгодно, если бы Индия оставалась в составе британских владений. Вальтер, немецкий рабочий Если Вальтер и доктор Браун приедут сюда, то мне будет приятно повидать их, и я охотно сделаю для них все, что от меня зависит. Остальное уж приложится. Браун, Генрих 1854-1927 годы Немецкий социал-демократ, публицист, сотрудник журнала Neuzeit в 1883-1888 годах Принимал также участие в издании ряда других журналов. Позднее реформист. Но что же Вальтеру здесь, собственно говоря, изучать? Ведь именно это надо решить прежде всего. Социализм как таковой? Для этого ему незачем приезжать сюда. Это он может сделать повсюду за пределами Австрии и Германии. К тому же источник для таких занятий, то есть литература, которую стоит читать, будет исчерпана очень скоро. Политическую экономию? Историю? Материалов по этим вопросам в Британском музее чрезмерно много, так что неопытный человек рискует в них тотчас же заблудиться. Естественные науки? Для этого нужны лекции, которые здесь баснословно дороги. Я полагаю, что прежде чем посылать этого человека сюда, следовало бы установить определенный план его занятий, по крайней мере в главных чертах. И если мне сообщат этот план, то мне легче будет судить о том, где этот план наилучшим образом выполним, здесь или где-нибудь в другом месте. К тому же, не обладая хотя бы некоторыми познаниями в английском языке, он оказался бы здесь совсем на мели. Ему было бы, я думаю, полезно прежде с полгода подзаняться французским и английским, чтобы еще до поездки за границу научиться хоть кое-как читать на обоих языках. Кроме того, если он хочет успешно заниматься, он должен все же иметь и кое-какие предварительные знания по истории, географии и, по возможности, также по математике и естественным наукам. Как у него обстоят дела на этот счет, я не знаю, но если эти знания у него хромают, то лучше всего было бы отправить его сперва в Вену, чтобы он предварительно приобрел их под руководством своих друзей и вообще сперва узнал, каким образом можно что-нибудь серьезное изучать, если ты предоставлен сам себе. Иначе деньги здесь, в Лондоне, будут затрачены в значительной мере впустую. Страница 297 Вот как мне представляется это дело. Может быть, все это и неуместно, но я ведь ровно ничего не знаю о степени образованности этого молодого человека. И полагаю поэтому, что так или иначе я должен был высказать эти соображения. Если вы дадите мне более подробные сведения на этот счет, то вам не придется долго ждать ответа. Вообще же, как вы знаете, я всегда стою за посылку молодых и подающих надежды людей за границу, для того, чтобы они расширили свой кругозор и отделались от неизбежных на родине местных предрассудков. Когда надо разделаться с застарелым хроническим бронхитом, и при том после трижды повторявшегося сильного плеврита, приходится следить за тем, чтобы не только окончательно залечить болезнь, но и не допустить ее рецидива. И все это на шестьдесят пятом году жизни. Это уже само по себе причиняет достаточно забот. Вы спрашиваете меня, что думают английские рабочие о колониальной политике? То же самое, что они думают о политике вообще. То же самое, что думают о ней буржуа. Здесь нет рабочей партии. Есть только консервативная и либерально-радикальная. А рабочие преспокойно пользуются вместе с ними колониальной монополией Англии и ее монополией на всемирном рынке. По моему мнению, собственно, колонии, то есть земли, занятые европейским населением, Канада, Кап, Капская провинция, Австралия, все станут самостоятельными. Напротив, только подчиненные земли, занятые туземцами, Индия, Алжир, голландские, португальские, испанские владения, пролетариату придется на время перенять и как можно быстрее привести к самостоятельности. Как именно развернется этот процесс, сказать трудно. Индия, может быть, сделает революцию, даже весьма вероятно, и так как освобождающийся пролетариат не может вести колониальных войн, то с этим придется помириться, причем, разумеется, дело не обойдется без всяческого разрушения. Но подобные вещи неотделимы от всех революций. Страница 298 То же самое может разыграться еще и в других местах, например, в Алжире и в Египте. И для нас это было бы, несомненно, самое лучшее. У нас будет довольно работой у себя дома. Раз только реорганизована Европа и Северная Америка, это даст такую колоссальную силу и такой пример, что полуцивилизованные страны сами собой потянутся за нами. Об этом позаботятся одни уже экономические потребности. Какие социальные и политические фазы придется тогда проделать этим странам, пока они дойдут тоже до социалистической организации? Об этом, я думаю, мы могли бы выставить лишь довольно праздные гипотезы. Одно лишь несомненно. Победоносный пролетариат не может никакому чужому народу навязывать никакого осчастливления, не подрывая этим свои собственные победы. Разумеется, этим не исключаются никоим образом оборонительные войны различного рода. История в Египте затеяна русской дипломатией. Речь идет о заключительных событиях национально-освободительной борьбы египетского народа, длившейся с 1879 по 1882 год против колониального грабежа страны английскими и французскими капиталистами, установившими финансовый контроль над Египтом. Поводом к движению явилось введение в 1878 году в состав египетского правительства в качестве министров, представителей Англии и Франции как держав кредиторов. У руководства национально-освободительной борьбой встали представители буржуазной интеллигенции передового офицерства во главе с полковником Араби Пашой, выдвинувшим лозунг «Египет для египтян». В результате восстания Каирского гарнизона Хидиф, правитель Египта, был вынужден в сентябре 1881 года ввести Конституцию. В декабре в Египте открылся парламент, ведущую роль в котором играла основанная в этом же году национальная партия, представлявшая блок недовольных засильем иностранного капитала либеральных помещиков и купцов с патриотически настроенными офицерами и интеллигентами, опиравшимися на поддержку крестьянства и мелкой буржуазии. Национальная партия ставила своей целью независимость Египта и установление в стране конституционного строя. В феврале 1882 года в Египте было образовано национальное правительство, Араби занял в нем пост военного министра, которое стало увольнять с египетской службы чиновников иностранцев и проектировать демократические реформы. Однако летом 1882 года, спровоцировав конфликт с Египтом, Англия начала против него военные действия, которые, несмотря на мужественное сопротивление египетских войск во главе с Араби и народных масс, окончились победой английских агрессоров. Захватив в сентябре 1882 года Каир, английские оккупанты учинили над участниками национального движения зверскую расправу. Египет стал английской колонией. Публичные митинги протеста против нападения Англии на Египет и бомбардировки Александрии, о которых упоминает здесь Маркс, были организованы Гидийской федерацией центров в Париже в конце июля 1882 года при участии членов редакции газеты «Ля Сито Йем», гражданин Анри Брисака, Жюля Геда и Поля Лафарга. Резолюция гидистов по поводу Египта приветствовала Араби Пашу и Национальную партию как достойных взятой именно себя великой задачи. Гладстану представляется взять Египет, который еще далеко не в его руках, а если он его и захватит, то это еще вовсе не значит, что он сохранит его, для того, чтобы Россия могла завладеть Арменией, что по Гладстану тоже ведь было бы освобождением христианской страны от магометанского ига. Все остальное в этом деле — видимость, фарс, предлог. Удастся ли эта затея, скоро увидим. С наилучшим приветом! Ваш Ф. Э. Доктор ЗАГС только что прислал мне свою книгу о Тюринге. ЗАГС. Домашняя промышленность в Тюринге. Будьте добры, поблагодарите его от моего имени за это. Как только прочту ее, я ему отвечу. ЗАГС. Эмиль. 1845-1927 годы. Австрийский буржуазный экономист. Мой конспиративный адрес. Госпоже Рошер, 122, Регенс-Парк-Роуд, без внутреннего конверта. Это Пумпс. Кстати, у нее уже дочка. Пумпс, правда, больше у меня не живет, но это ничего не значит. Рошер Мэри Эллен, урожденная Бернс, Пумпс, родилась около 1860 года, племянница жены Фридриха Энгельса. Рошер Лиллиан, родилась в 1882 году, дочь Мэри Эллен Рошер. Впервые полностью опубликована на русском языке в архиве Маркса и Энгельса, том 1, 1932 год, печатается по рукописи, перевод с немецкого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова